Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет 451 градус по Фаренгейту 2023 год знаменателен для всех поклонников литературы и обожателей классической научной фантастики, ведь в этот год исполняется 70 лет произведению Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Эта книга, написанная в 1953 году, оказала огромное влияние на мировую литературу и стала одним из ключевых произведений американской литературы 20 века. Рей Брэдбери с детства очень любил кино и старался не пропускать ни одного нового фильма. Еще до войны будущий классик научной фантастики увидел в небольшом кинотеатре Лос-Анджелеса документальные кадры, на которых фашисты швыряли в огонь книги. Он впоследствии, в предисловии к своему знаменитому роману, написал «Когда Гитлер сжигал книгу, я остро чувствовал, будто он убивал человека. Впрочем, в конечном итоге истории люди и книги одной плоти». К 20 годам Брэдбери уже полностью осознал свое писательское предназначение. И хотя денег на получение филологического образования в семье не было, обучение юноша проходил весьма специфическим способом. Три раза в неделю читал, вернее, поглощал книги в библиотеке. Вместо университета я окончил библиотеку. Безупречные преподаватели, прекрасная теория, правда, без не так уж необходимого диплома. Брэдбери начал зарабатывать на жизнь сочинением рассказов, создавая до 50 текстов в год. Именно тогда из-под его пера вышли так называемые «пять хлопушек» «Костер», «Лучезарный феникс», «Изгнанники», «Эшер-2», «Пешеход», из которых вскоре родился роман «451 градус по Фаренгейту». Темы в хлопушках поднимались все те же – безжалостная цензура, расправа над книгами и, в конечном итоге, уничтожение человеческой культуры. Писать ему было негде, рабочего кабинета не было. Даже из гаража, где писатель закрывался с пишущей машинкой, его выкуривали маленькие дочки, шумно играющие во дворе. Подходящее место для творчества нашлось в подвале библиотеки Калифорнийского университета, где за 20 центов в час писатель обретал возможность напечатать текст на стареньком Ундервуде. Брэдбери со скоростью звука долбил по клавишам, чтобы уложиться в отведенное время, снимая нервный стресс в книгохранилищах. Это было вполне знаковое место для сочинения антиутопии о том, как в будущем публично сжигают книги. Набросок повести Брэдбери закончил всего за 9 дней. 25 тысяч слов, написанных на волне увлеченности и восторга. Почти половина романа, который вскоре получит название «Пожарный». К 1953 году рукопись романа была уже полностью подготовлена к печати, за исключением одного – никак не давалось название. Ёмкое, говорящее, единственно верное имя книги. И идея пришла – температура, при которой воспламеняется бумага, только так. Самое интересное, что не терпящий приблизительности Брэдбери нигде не мог получить столь точных данных, не помогли ни ученые с кафедр химии, ни профессора физики. Наконец, осенило – пожарные. Именно они предоставили отчаявшемуся автору необходимую информацию. Успех изданного романа превзошел все ожидания. Писателя просто накрыла волна славы. В 451 градус по Фаренгейту стал самой продаваемой книгой Брэдбери. Вошел в школьные программы, неоднократно экранизировался и ставился на театральных подмостках. Позже его адаптировали для компьютерных игр. В СССР, даже во времена «Железного занавеса», роман издавался миллионными тиражами. Из всех американских авторов Брэдбери уступал пальму первенства лишь Джеку Лондону. Книга была хорошо встречена критиками и в 1954 году была удостоена премии Американской академии искусств и литературы и золотой медали Клуба Сотружества Калифорнии. Впоследствии она еще получила ряд премий, таких как премия «Хьюга», премия «Геффина», премия журнала «Ново фантастика» была включена в зал славы премии «Прометей». Брэдбери создал более 800 литературных произведений и отличительными чертами его фантастики можно считать интерес к науке и к слабым сторонам человечества, которые способны приблизить его к грани самоуничтожения. Его книги оказали значительное влияние на литературу и главное, что сумел сделать Брэдбери, это пробудить у читателей интерес к таким жанрам, как научная фантастика и фэнтези. Спасибо за просмотр! Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Жернакова. Субтитры создавал DimaTorzok